Всем привет дорогие друзья! Сегодня я буду делать орешки. Орешки не такие как мы привыкли с вареной сгущенкой с риской, а в этот раз я буду делать орешки рафаэлки, которые будут и внутри с кокосовым кремом и снаружи в кокосовой стружке. Также туда внутрь положу миндалину, чтобы это было действительно похоже на рафаэлки. Делается все очень просто, потому что по сути орешки делаются невероятно просто. Их еще делали в советское время, потому что это было очень быстро, их получалось очень много с одной порцией, можно было накормить все семейство. Для начала я растопила сливочное масло в микроволновке до не очень горячего состояния, чтобы яйцо не свернулось. Добавила туда яйцо, я кстати делаю на пол порции, поэтому у меня здесь одно яйцо, добавляю ванильный сахар и обычный сахар и все это перемешиваю до однородности. Так как масло я не сильно подогревала, поэтому оно еще плохо расходится, но это ничего страшного, оно все равно у меня разойдется. Теперь я буду добавлять сюда соду. Соду можно заменить в равных пропорциях на разрыхлитель. Если вы берете соду, то ее нужно будет погасить, так как у нас нету здесь никаких кислых продуктов в составе теста. Это может быть либо лимонный сок, либо уксус вы можете погасить, либо разрыхлитель берете чайную ложку и гасить ничего не нужно. Досыпаете сюда всю муку и перемешиваете. Собственно все, тесто у вас на орешке готово. Обязательно хорошенько перемешайте, чтобы не было никаких у вас комочков мучнистых, маслянистых, ничего. Тесто должно быть однородным, вот таким мягким и эластичным. Теперь отправляю тесто в пакет и в холодильник его. Я его немножечко разровняю, чтобы оно побыстрее у меня остыло. В холодильнике тесто должно провести, ну желательно хотя бы часа два, чтобы масло хорошо остыло. Но в моем случае оно у меня провело там всего лишь час. Но тоже ничего страшного, прекрасно делались орешки. Просто так удобнее будет крутить шарики. У меня видите, оно еще за час не очень сильно остыло и не такое прям плотное. Бывает, что оно прям хорошо аж ломается кусочками. В общем, отщипывайте потом после холодильника уже кусочки теста и катайте из них маленькие шарики. Мне удобнее всего накатать целую гору шариков и потом просто печь. Вы уже смотрите сами. Если у вас есть помощник, который будет вам печь, вот, либо у вас мультипекарь, который сам зажимает и печет, тогда вам чуть-чуть попроще. А у меня вот такая вот советская орешница, в которую я вкладываю свои шарики. Они все бывают разные, бывают с круглыми орешками, бывают с вот такими продолговатыми, как у меня. Формы разные, поэтому я не могу вам сказать точно, какого размера должны быть шарики. У меня она на газу печет. Подглядываю периодически, смотрю, чтобы получился нужный мне цвет орешков. Если у меня вот немножечко лишнее тесто, оно повылазило за края орешка и прекрасно потом обламывается, когда остывает. Есть вот такие вот прям идеальные с первого раза получаются, где ничего нигде не вылазит. Вот это вокруг оно все замечательно обламывается и получаются вот такие вот красивенные половинки орешков. Собственно, все нереально быстро происходит. Готовится очень быстро. Буквально я целую гору напекла за, может, минут 10-15. Для начинки буду использовать миндаль, который я бросила в кипяток и варю одну минуту. Затем его нужно слить на сито и снимаем с него кожуру. Просто прижимаем двумя пальцами. Тот, кто в детстве пулялся косточками из вишен, поймет, о чем я говорю. Прижимаете и миндалька сама у вас выпрыгивает из кожурки. Так очищаем весь миндаль. Затем миндаль нужно отправить в духовку, подсохнуть. Где-то температура 100-120 градусов в духовке сушится от 30 до 40 минут. Затем можно чуть-чуть подбавить температуры, чтобы они у нас поджарились немножечко и были более ароматны. Кто не видел, как я делаю кокосовый крем, это все тоже очень-очень быстро. Я растопила шоколад, тоже в микроволновке. Добавляю в шоколад сливочное масло. Сливочное масло у меня комнатной температуры размягченное, поэтому оно замечательно соединяется с шоколадом. До вот такой вот однородности, просто идеальная глянцевая блестящая масса. И сюда добавляю тоже комнатной температуры. Сгущенка не вареная, обычная белая. Перемешиваю. Масса уже сейчас начинает чуть-чуть загустевать у меня. И на данном этапе вы можете добавить сюда либо измельченные орехи, либо у меня это будет кокосовая стружка, так как орешки у меня Рафаэлла. Добавляю кокосовую стружку, перемешиваю и отправляю данный крем в холод. Можно начинять ним сразу, но лучше работать после холода. Крем должен постоять на холоде у вас где-то часика 2-4, чтобы шоколад полностью стабилизировался. Получается вот такой вот густой крем, который мы начинаем начинять орешки. Медальки у меня тоже поджарились, вы видите, они слегка-слегка такие бронзовые стали. И затем просто наполняем наши орешки кремом, вставляю орешку туда. И вторая половинка кремом. Затем слегка прокручивая, соединяем две половинки, лишний крем снаружи я убираю. Вот такой вот ровный красивенный орешек у нас получается. Делается все очень быстро и очень просто. Но для того, чтобы наш орешек и снаружи был такой, как Рафаэлка, его нужно обвалять в кокосовой стружке. Можно их окунуть в шоколадную глазурь, это может быть шоколадный ганаш, но у меня осталось немного крема. Поэтому я его подтопила в микроволновке, бросаю в этот крем кокосовый свой орешек и затем в кокосовую стружку. И взяла такую тарелочку глубокую, в которой можно катать эти орешки. И сразу вот обваляла, получился такой шарик кокосовый. Покажу еще раз, обваливаю орешек в креме, он довольно хорошо пристает к орешку, главное, чтобы орешек весь намок. И обваливаю в кокосовой стружке. Вот такая прикольная Рафаэлина у нас получилась. Это очень просто, очень вкусно и немножечко даже необычно, потому что все привыкли орешки видеть в другой интерпретации. Обязательно пробуйте, с вами как всегда был Кекс, не забывайте поставить пальчик вверх. До новых встреч, пока-пока!